Продолжаем разгадывать муромские загадки. Автор проекта «Я знаю свой город» Регина Ломакина подготовила для телезрителей очередной вопрос по истории Мурома. В сюжете обратимся к памятнику русского летописания 14 века. В Муроме немало тех, кто помнит славные дела комсомольской организации. В их числе победитель краеведческой телевикторины Роман Гришин. Он знает, что 2 февраля – праздник именно для муромских комсомольцев. Роман, поздравляем вас с очередной победой в краеведческой телевикторине «Я знаю свой город». Дарим вам подарок от спонсора проекта и символичный диплом от компании «Муромский мирдиал». Муромская организация создалась 2 февраля 1919 года. И называлась она «Союз коммунистической молодежи Муромского уезда. Я знаю свой город». Про эту дату и связанное с ней событие мы можем говорить с полной уверенностью. А если речь идет, как в поэме Руслана Людмила, о делах давно минувших дней, преданиях старины глубокой. Например, современники уверенно говорят о том, что годом основания Мурома считается 862 год. Ученые считают, что годом основания Мурома является именно этот год. Но люди, конечно, жили и до задолго тысячелетия здесь на берегах реки. Самым основным фактом считается лаврентийская летопись. И вот в этой лаврентийской летописи идет упоминание о городе Амуроме в 862 год. Этот год переведен на современное летоисчисление. А какой год был указан непосредственно в летописи? Знаете правильный ответ? Дайте его во вторник с 14 до 15 часов по телефону студии 9-98-55-1 и получите приз. Регина Ломакина, Илья Облетов. Специально для Новости Мура. Викторина проводится при главной финансовой поддержке магазина «Страна игрушек». При финансовой поддержке магазина одежда «Четыре сыночка» и «Лапочка-дочка».